горжусь назначением на славный старейший флот военно-морского флота россии опа опа резиновый попа да совершенно запредельные потери в старших офицерах это вот уже давным-давно на это обратили внимание еще с начала вторжения сейчас это все только усугубляется просто ну нереально и абсолютно то есть даже по российским источником то что россия подтверждает 5 генералов убита это не считая адмирала соколова если его смерть подтвердится 5 генералов это вообще как такое возможно в принципе да вот буквально на днях погиб командир бригады 31 десантно-штурмовая бригада из ульяновска он погиб под бахмутом это же абсолютная аномалия гибель комбрига в бою это вот совершеннейшая аномалия такого просто не не должно происходить современной войне должен быть где-то там у себя на командном пункте поэтому либо украинцы могут дотягиваться до командных пунктов своими средствами поражения ну она в принципе и понятно да хаймарцы своими ракетами джим лрс достают там на 80 километров пример а если будут атакам будут доставать там минимум на 160 170 это куда надо эти команды пункты относить уже куда-то вот вглубь территории российской федерации таганрога и а второе это то что вот управление войсками такое что эти комбриги должны находиться на передовой там в ручном режиме рулить так сказать всей этой истории поэтому сейчас эти случаи будут учащаться насколько я понимаю и все это выглядит уже как вот такая эпидемия смертей среди старших офицеров буквально потому что еще раз повторяю командующий флотом если он убит то это такого не было никогда буквально последний раз командующий черноморским флотом погибал в 1855 году это был адмирал нахимов который даже не был то формально командующим флотом флота уже не был он был командующий обороны севастополь а в принципе командующий флотом погибал в 1904 году на броненосце петропавловск погиб адмирал макаров командующий тихоокеанской эскадры вот собственно то есть этот за 100 сколько там 20 лет примерно до первый случай так это все абсолютно выбивается вообще вот и из как сказать из из рамок и из привычного восприятия войны как она должна происходить да как там как там говорили 2 армия мира что случилось почему все это происходит потрясающие новости приходят с фронта украина заявила об уничтожении командования авиаполка россии в курске в результате атаки беспилотника на аэродром халина под курск 24 сентября погибли и получили ранения офицеры 14 гвардейского истребительного авиационного полка имени жданова заявили в главном управлении разведки минобороны украины получилось это так что беспилотник с начинкой с бомбой с дурчаткой был приземлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы аккуратно этот самый аэродром в халина и когда вокруг него собралось авиационное командование высокопоставленные дяди чтобы похвастаться пофоткаться ну и вообще вас важным видом обозреть вот вражескую чудо враждебные техники посадили она взорвалась и всех собравшихся посекло осколками и поражающими элементами при взрыве были убиты ли получили ранение командир авиаполка его заместитель группа офицеров-авиаторов представитель военной контрразведки фсб и работники аэродрома это наверное самая такая смешная что ли операция украинских разведчиков ну что тут скажешь дурацкая гибель постигла этих на российских фашистов вот а теперь еще более интересная новость это насчет удара нашумевшего по штабу черноморского флота и по кораблю большому десантному минску в севастополе который с разрывом в несколько дней не так давно произошли так вот украинская разведка проанализировала результаты этих ударов и заявила о том что во время атаки на большой десантный корабль минск который был практически полностью уничтожен в результате этой атаки на нем находился личный состав так как на следующий день был запланирован выход в море и соответственно почти весь отличный состав отправился на концерт кап зона безвозвратные потери оккупантов составили 62 человека что конечно же это очень круто сжечь целый корабль да еще со всем экипажем блестящий успех украинских разведчиков то же время при ударе по штабу черноморского флота когда российское командование заявила что там только один человек погиб а потом гайду ой нет он вообще пропал без вести и помните мы с вами говорили что этот один человек это начальник главный адмирал черноморского флота командующий черноморским флотом адмирал виктор соколов так вот потом все это опровергалось а теперь подтвердилось что в момент удара шло совещание и что там больше 150 раненых и ликвидировано 34 высокопоставленных офицера российского черноморского флота 105 человек получили ранения которые в общем тяжелые 150 человек еще ранены из обслуживающего персонала и 105 человек это военнослужащие непосредственно задействованы в совещании вокруг него но и 150 а те кто легкие ранения получил в принципе в здании находился но туда одних скорых помощей штук 20 приехал горожане об этом сообщали что едут и едут едут и едут крупнейшая катастрофа на самое главное конечно что ликвидирован такие ликвидирован главнокомандующий черноморским флотом адмирал виктор соколов он получил звание адмирала 6 июня этого года и на сегодняшний день является самым высокопоставленным российским военным ликвидированным украине а нечего было войну начинать глядишь и живо был а так по делом вору и мука потрясающие результаты великолепные крупнейшие успехи украинских вооруженных сил в ударах на большую стратегическую глубину и безусловно это очень большая победа то что ликвидация штаба черноморского флота но слушайте 105 человек раненых офицеров и на лица причастных к совещанию ликвидировано 30 с лишним человек к непосредственно участвовавших в совещании вся верхушка флот считает что черноморский флот обезглавлен одним ударом вот что животворящие беспилотники делают вот что значит ликвидация на тарханхуте комплекса триумф который обеспечил зонтик противовоздушный над севастополем все дыра крыму заходит туда украинские беспилотники теперь как через распахнутые ворота эффект на лицо скоро черноморского флота севастополь не останется потому что но невозможно при таких ударах что-то там держать бежать им придет я же говорю бегите в новороссийск а потом в астрахань и будет у вас астраханская флотилия ни на что больше собственно можете и не рассчитывать поздравляю украинские войска с этой блестящей победы а а а а а